Ох, ну сейчас такой видос будет, вообще! Я хочу сказать, что меня бесит в интернете. Что же бесит Миксель Пиксель? Вообще, помимо вот, типа, сексизма и различной дискриминации, я не рассказываю, что меня еще бесит. У меня был один неприятный опыт, когда я, господи, лет 7 назад записала видео об одной музыкальной группе, я не помню уже, как она называется, пожалуйста, не надо припоминать меня в комментариях. Короче, я записала видео о группе на концерт, в который я сходила нечаянно, и рассказала там, как сильно мне не понравилось, и вообще прям засрала. Попробовала, в общем, популярный такой жанр, засрать что-то. Мне потом было очень-очень стыдно, плюс меня многие люди осудили за то, что я такие вещи говорю, что я осуждаю, типа, не нравится, просто пройди мимо, зачем записывать такое видео, чем я согласна. И мне кажется, что на меня так сильно повлиял этот опыт с этим видео, что я вот вообще перестала, короче, говорить, когда мне что-то бесит, потому что, типа, это токсично. Но это не всегда токсично, а ещё не только сексизм может бесить. В общем, что меня бесит в интернете? Первое. То, насколько много я вижу того, что делает мне ментально хуже. Сейчас во многих соцсетях ленты с алгоритмом, которые показывают тебе, типа, то, что тебе интересно, то, что тебе подходит. Окей, да, подходит, но как будто in the worst way possible. Например, такой зыбкий пример, bear with me, в ТикТоке бывают периоды, когда мне выскакивает дофига видосов о том, какие мужчины ужасны. Про то, как, например, они домогаются даже девочек на улице, и вот девочки это снимают. Или про какие-то опыты травматичные в прошлом, или про каких-нибудь отцов, которые не платят алименты, когда бросают семью, и там, не знаю, всякую такую жесть про мужчин. И я лайкаю, например, из солидарности, из-за того, что я хочу поддержать человека. И алгоритм, получается, чувствует, что мне это интересно, и показывает мне больше и больше этого. Но мой вот этот интерес не значит, что у меня действительно есть потребность, которую я хочу таким образом удовлетворить. Потребность в том, чтобы видеть так много насилия, и так много такой сложной и неприятной информации. Я знаю, что мужчины делают все эти вещи. Я, блин, фемка давным-давно. Я всё это хорошо знаю. Но мне постоянно раз за разом, день за днём показывается этот контент, и получается какая-то ужасная дрочка из травматичного контента. Актуализация, актуализация, актуализация плохих информаций, актуализация, помни, помни, помни. I don't need that. I don't. Другой пример того же самого, чуть с другой стороны. Твиттер. Я больше не сижу в Твиттере, как раньше, целыми днями. Сейчас я захожу туда раз в несколько дней ненадолго. И благодаря тому, что я туда захожу с перерывами, я более чётко вижу вот эту вот хрень, что я вот туда захожу и вижу какой-то контент, который мне на самом деле не нужен. Он подходит моим интересам. Им делятся мои знакомые и друзья, которые мне очень дороги, и их мнение мне интересно. Но очень много этой информации на самом деле мне не нужно и делает только хуже. А поток этой информации нескончаемый. Просто идёт, идёт, идёт. Каждый день есть что-то, про что можно говорить. Пиздец, полный пиздец, ужас. Как же это существует? Каждый день можно обсуждать какого-то сексиста. Каждый день можно обсуждать какой-нибудь ебанутый, ужасный, отвратительный твит Михаила Светова. Каждый день! Про абсолютно каждый фильм можно написать критическую статью, снять критическое видео, написать критический тред. Про всё можно это сделать. Но нужно ли мне это каждый день? Нужно ли мне каждый день, про каждый фильм, который я смотрю, читать что-то критическое? И читать какой-нибудь критический разбор, высказывание какого-нибудь псевдо-фейкового профеминиста? Мне нет. И я заметила, что мне живётся намного лучше, когда я не читаю это каждый день. Я чувствую вот так, что я какие-то вещи уже понимаю, и мне вот это повторение мать учения уже не нужно. Но поскольку алгоритм знает мои интересы и не знаю, что ещё, он будет мне всё это показывать. И даже если я на самом деле уже не хочу, я всё равно буду это читать, и всё равно буду это лайкать, и всё равно буду на это реагировать. Потому что это будет вызывать во мне разные эмоциональные реакции. И алгоритму это очень нравится. Он заточен на то, чтобы вызывать у меня эмоциональные реакции и продлевать моё время нахождения в какой-то соцсети. И, допустим, вот у меня есть какой-то спектр потребностей и спектр интересов. Алгоритм как будто бы заточен под то, чтобы находить самый какой-то вот сензитивный интерес и надрачивать его. Я, может быть, хочу поощрять какие-то другие свои интересы и потребности, но алгоритм будет поощрять именно этот. Именно вот этот интерес в том, что Россия ужасное государство, политические всякие репрессии происходят, от ковида все умирают и так далее, и так далее, и так далее. Это не та потребность, которую я на самом деле хотела бы в таком объёме удовлетворять. Это как селф-харм. У меня может быть в нём потребность, но это не тот волк, которого я бы хотела кормить. И я бы не хотела, чтобы вся моя реальность, всё моё вот это социальное окружение было заточено на удовлетворение этой потребности. Как я уже чуть раньше сказала, весь этот алгоритм и рекомендации, то, что в ленте мы видим чужие посты, всё такое. Всё это заточено, чтобы мы проводили как можно больше времени в какой-то соцсети, потому что чем больше времени мы там проводим, тем больше мы видим рекламы. А так эти соцсети зарабатывают. Когда они добавляют какие-то новые функции, меняют алгоритм, они руководствуются не тем, как можно сделать мир лучше, или как можно помочь людям находить то, что им действительно интересно, как помочь им развивать свои навыки, как помочь им подружиться с кем-то. Нет, они руководствуются только одной целью — увеличить время нахождения людей на платформе. И когда они пробуют разные приёмчики, что работает, что не работает, они выбирают именно те, которые работают на эту цель. Им не важно, вредит ли это ментально людям, не важно, как бы продвигает ли это какие-то нездоровые психические штучки или поведение, продвигает ли это харассмент. Было такое, да, что Twitter сделал так, что когда люди нажимали на ретвит, то им по умолчанию предлагалось цитировать твит, а не ретвитнуть его. Twitter это задумал, что люди будут добавлять свои мысли, и все будут больше дискутировать, дискутировать. Время нахождения будет больше в платформе. Но привело это к тому, что увеличился харассмент, потому что когда люди согласны с каким-то твитом, они не хотят ничего добавлять. И вот это добавление, оно чаще всего как-то используется, когда ты с чем-то хочешь поспорить. И когда платформа сама как бы пихает тебе, давай выскажи, что ты об этом думаешь, то увеличилось количество, короче, негативных высказываний, негативного цитирования. Короче, да, создатели соцсетей, когда что-то делают в этих соцсетях, они руководствуются не какими-то благими намерениями, они руководствуются увеличением своей прибыли. И в итоге те изменения, которые происходят, они не всегда приводят к каким-то хорошим штукам для нас, для людей, для пользователей. И это меня бесит. Я понимаю, почему это делается, я знаю, что такое капитализм, но меня это бесит. Второе. То, как много я знаю про селебрити. Для тех, кто не знает моего увлечения селебрити, селебритями, это может быть странный пункт, но да, я люблю смотреть интервью селебрити, смотреть ток-шоу, типа там раньше я вообще очень любила смотреть Джимми Феллона, что они там делают, какие игры играют. Сейчас уже not so much, потому что сейчас я прям слышу всякую фальшь в этом. Я слышу, что у них есть какие-то тезисы, которые они повторяют из шоу в шоу, из интервью в интервью, просто для того, чтобы продать тот проект, в котором они сейчас участвуют. И с годами мне стало это меньше и меньше нравится. Во-первых, как я сказала, потому что я стала понимать, как этот пиар-машин работает. Во-вторых, потому что я стала больше читать, что эти селебрити говорят в своих собственных соцсетях. Не все используют агентство, которое ведет за них соцсети, хотя это распространено. Есть люди, которые пишут прям реально то, что они сами думают, типа там в Твиттере. И меня так заебало видеть, что они такие глупые. И это влияет на то, что я больше не могу наслаждаться музыкой чьей-то или чьим-то актерским мастерством, блин, игрой, как раньше. Потому что я знаю, что ты мудак и что ты мудачка. Что вот, блин, ну что ты несешь вообще? Почему так глупо и плохо? Все, я не понимаю. Не хочу ничего знать про вас. И когда ты читаешь все эти высказывания какие-то ужасные, потом еще и смотришь, как они живут просто в гигантских, гигантских просто дворцах. Ты думаешь, ну, емано, че за... Это еще одна бутылка масла в огонь моей ненависти к статусу КВО. Третье. Нехронологические ленты. Я вижу только посты типа 5-10 человек. Все. Я подписана на 500 человек, но я вижу только 5 или 10 максимум. 30 человек, если я целый день сижу в телефоне и прям листаю, очень листаю ленту. И это тенденция, которая вот сама укрепляется, и ее разрушить очень тяжело. Потому что когда я отвечаю десятерым человеком, их мне лента и показывает. А чтобы мне показывали другие все мои подписки, мне нужно их смотреть и им реплаять больше. Но тогда пропадут первые. То есть всегда кто-то будет проигрывать. Большинство людей, в которых я заинтересована. Бесит меня это. Четыре. Иронично, что я это говорю, ведь я инфлюенсерка. Но меня бесит то, что пространство в интернете... Это больше не сообщество по интересам. Это не группа ВКонтакте, где многие люди постят на стене и общаются. Это посты инфлюенсеров. Я могу ошибаться, но мне кажется, что раньше, совсем-совсем раньше, вот эти кластеры в интернете, кластеры, в котором люди объединяются, они были интересами. То есть мы объединились вот здесь в группа любителей малинового варенья ВКонтакте, группа тех, кого зовут Серёжа. Вы поняли. Сейчас такого нет. Сейчас есть инфлюенсеры, отдельные люди и их аудитории. Мне не нравится это, потому что я считаю, что люди не только должны слушать какого-то инфлюенсера, и инфлюенсеры не только должны в интернете вот высказываться на какую-то аудиторию, но также и круто было бы, если бы все мы просто проводили время вместе, объединялись вокруг чего-то, что нам нравится, чего-то, что нам важно. Я, наверное, жёстко романтизирую и как-то улучшаю прошлое, но раньше были форумы, форумы. И это был другой интернет. Это были пространства. Вот. Пятое. Меня бесит то, что интернет стал для многих не пространством хобби и общения, а пространством работы. Не поймите меня неправильно, у этого дофига плюсов. Это суперкруто, с одной стороны. Но также у этого есть аспекты, которые меня бесят. Помимо плюсов таких, что, о, так тоже теперь можно зарабатывать, это принесло и все минусы работы. Волнение за завтрашний день, волнение за падающие охваты, выгорание, просто усталость, уменьшение творческого запала, какая-то обеззаловка. И это соединилось со всеми минусами соцсетей, с этими ужасными алгоритмами, под которые всегда нужно подстраиваться. И есть теперь такое, что люди постят не потому, что им есть что сказать, не потому, что они чувствуют творческий запал, и вот из них прям прет, а потому что надо регулярно постить, чтобы алгоритм тебя не забыл. Надо постить по расписанию, надо делать регулярный контент. Я постоянно читаю посты активисток, блогерок, художников, просто всех подряд о том, что охваты падают. Охваты падают, а рекламодатели просят вот такое количество охватов, значит, нужно повышать охваты, значит, нужно покупать рекламу. В итоге они вкладывают деньги в продвижение и платят соцсетям, платят другим блогерам, которые обещают им повышение охватов и успех, и зарабатывают на панике людей, на том, что люди не понимают, почему эти охваты падают, почему что происходит и как им двигаться дальше. И очень много денег делают. Вокруг вот этой тревоги и вокруг комодификации блогов вырос целый рынок, целый рынок людей, которые на этой тревоге зарабатывают. Я предлагаю на этом остановиться, на улице 32 градуса я хочу пить, это никак вообще не связано, или все-таки, может быть, это как-то связано. Мне понравилось, вам рассказывают все это. Расскажите, понравилось ли вам. Поделитесь, что вас бесит в интернете. Поставьте мне, пожалуйста, палец вверх. Поделитесь этим видео везде. Да у видео будет больше просмотров. И тогда падающие охваты перестанут быть падающими. Они будут расти. Спасибо, спасибо. Короче, я надеюсь, что вы выживаете нормально в эту жару, потому что это пиздец. Крепко вас обнимаю. Вы лопусечки. И еще экстра лопусечки есть в этом мире. Они спонсируют меня на Патреоне. Вот все эти люди. Я им очень сильно благодарна. Кстати, вы можете к ним присоединиться и получить за это очень приятный бонус, доступ на закрытый дискорд канал. Или что? Сервер. Сервер. Вот этот дискорд канал это моя попытка создать какое-то именно пространство в интернете, где люди могут общаться по интересам, а не просто, типа, под постами где-то переписываться в комментариях. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok